Доброе утро. Я хотел бы, во-первых, сказать спасибо большое Марии, потому что она является драйвером сегодня этой программы. На первом этапе такого рода программы «драйвить» — это всегда очень болезненно, и само понятие государства как платформа прозвучало, в общем, достаточно необычно, скажем так, когда это было озвучено. Но сегодня, мне кажется, что этот термин уже вполне является приемлемым, и проблемы, которые она озвучила, они, по-моему, абсолютно очевидны. Первое — это мы до конца не определили ответ на вопрос «что?». У нас нет ясных и четких стратегий. В целом, у нас есть контур, который обрисован докладом, есть программа «Цифровая экономика», которая, в общем, в прошлом году обрела свои контуры, и если посмотреть на эту программу глазами 2019 года, эта программа должна быть… Ну, первое, я достаточно критически смотрю на содержание этой программы, это первое. Исходя из того, что мы на год повзрослели, за год эта программа, на мой взгляд, требует очень серьезного пересмотра. И вопрос первый, конечно, это базовая история, это ответ на тот вопрос, о котором сейчас Максим Алексеевич говорил, это базовый концептуальный подход. Пока идет над ними работа, пока они не сформулированы. Поэтому, в общем, движение вперед, ну, какое-то целенаправленное невозможно. Второе, вопрос, кто? Маша сказала, что у нас большая проблема с кадровым обеспечением. Я бы сказал, что у нас огромная проблема с кадровым обеспечением. У нас система образования не перестроилась, у нас вузы не готовят тех, кто нам нужен. И, на мой взгляд, нужно очень серьезно сосредоточить внимание вузов, потому что у нас вузы все являются государственными, требуется очень серьезное воздействие со стороны государства к ректорам вузов, вывод их из зоны комфорта для того, чтобы, в конце концов, они повернулись лицом не в свою бюджетную нишу и в свою коммерческую нишу, потому что у вузов, в общем, все хорошо. Спрос на образование высок, у них большое количество битуриентов. И так как альтернатив особых нет, поэтому денежные потоки, в общем, поступают регулярно и чувствуют они себя неплохо. И как вывести вузы из зоны комфорта, в которой уже находится бизнес, ощущая, собственно, неконкурентоспособность сегодня, это большой вопрос для правительства, и как это правильно сделать, и как подтолкнуть вузы в эту рыночную нишу для подготовки специалистов, для переподготовки большого количества специалистов, которые уже заняты в национальной экономике, в госуправлении. Это следующий вопрос. Маша называла там некоторые цифры, могу задать вопрос у аудитории. Прошлый год был годом взрыва целого ряда спроса на определенные технологии. Мобильные технологии, в частности, электронная коммерция в прошлом году в России с мобильных устройств достигла 57%, то есть не с мобильных устройств, а с мобильных телефонов. Как раз электронная коммерция с планшетов упала в прошлом году. Телефоны стали доминирующим фактором. Растет доля общения через голосовых помощников вообще с ботами. Примерно 48% миллениалов не хотят разговаривать с живыми людьми, хотят разговаривать с ботами в случае, если им нужна техническая поддержка какая-нибудь. Любой звонок колл-центра, они предпочитают либо переписку, либо общение с ботами. Так вот, я задам вопрос. Как вы думаете, сколько людей работает над голосовым помощником в Амазоне? Над голосовыми помощниками Алексея и Эха. Назовите цифру. Тысяча. Есть кто-то более амбициозный в аудитории? Десять тысяч. Двенадцать тысяч человек должны работать. Работает реально десять. Две тысячи вакансий они еще открыли. Это, конечно, для сравнения, допустим, численность компании Яндекс, всей компании Яндекс, составляет по памяти порядка девяти-десяти тысяч человек. Главный голосовой помощник один в Амазоне – это примерно численность самой передовой компании в России, технологической компании в России. Ну, я сейчас не говорю о том, просто маленькая иллюстрация, могу привести еще целый ряд цифр, которыми оперируют китайские компании, крупный объем инвестиций, которые они делают. Конечно, это совершенно другой уровень требований к компаниям и совершенно другой уровень требований к кадрам. Сегодня мы не производим кадры на рынок. И когда этот спрос на кадры экономика начнет предъявлять в полную силу, она начнет предъявлять, окажется, что у нас рынок кадрового обеспечения абсолютно к этому не готов. И наши попытки как-то уже самостоятельно закрывать такого рода ниши, создание школы 21. Динами, вроде бы, ну, действительно крупный проект, 3 тысячи инженеров, там будет учиться тысяча человек в московском кампусе будет выпускаться в год. Это, в общем, большие цифры. Казалось бы, но если учесть, что мы в среднем 7,5 тысяч инженеров в год набираем только в Сбербанк, только в одну компанию, ну, можно себе представить, что это такое. Давайте посмотрим, сколько инженеров выпускают все наши вузы вместе взятые. Ну, и если мы говорим об инженерах такого приемлемого для рынка качества, которые, в общем, выпускают не так много вузов в стране. Ну, эти цифры просто не хочется озвучивать. Поэтому это, конечно, вторая проблема, и сдвигать здесь какого-то такого очень серьезного, к сожалению, не произошло. Третье, мы опаздываем со стратегией, соответственно, у нас нет очень ясного пути, как должны развиваться те или иные сервисы. У нас происходит монополизация государством абсолютно конкурентных областей. И министерства сейчас выстроились в очередь, далеко не всегда понимая, что они будут делать, но они пытаются забить соответствующую, занять соответствующую полянку. На мой взгляд, здесь есть правило, ну, в общем, оно это в целом для экономики работает, но для диджитальной экономики оно работает абсолютно, потому что там конкуренция развивается значительно быстрее. Любая модель, бизнес-модель, любая модель, связанная с развитием каких-то новых технологий или новых подходов, может быть либо конкурентной, либо неконкурентоспособной. И когда вы создаете искусственную монополию, внедряя государство на какие-то полянки, заранее можно говорить, что вы создаете неконкурентоспособную модель. Неконкурентная модель приводит к неконкурентоспособности. Сегодня ни государство, ни какая-то одна корпорация никогда не может обеспечить конкурентоспособность того или иного, даже очень узкого продукта. Я хочу сказать, что даже мы внутри у себя очень много тратим ресурсов на разработку каких-то отдельных вещей. Нам жалко. Сейчас много компаний входит в нашу экосистему, у нас внутри разрабатываются какие-то проекты. И нам жалко денег, потому что одну и ту же задачку решают разные наши подразделения. И у нас прошлый год была попытка переосмыслить и объединить усилия, направив все ресурсы в одну область. Допустим, NLP, у нас в 14 местах в компании разрабатываются подходы к чат-боту, к распознаванию речи, голоса и так далее. Как только мы попытались это все как-то собирать в одно место, оказалось, что у нас в разных местах разрабатываются достаточно разные и очень интересные подходы. И они очень сильно конкурируют друг с другом. Мы после длительных размышлений решили создать общую платформу, создать платформу для переиспользования сервисов, но не загоняя всех в одно место, сохранить конкуренцию внутри нашей экосистемы, внутри нашей компании. И это адекватно. Если это адекватно для компании, то это очевидно совершенно адекватно для государства. И нужно сохранять во что бы то, где можно не накладывать монопольную государственную руку на развитие каких-то элементов, развитие диджитальной экосистемы государственной или государства как платформы, это, конечно, нельзя делать. Сейчас большие дискуссии ведутся по поводу удостоверяющих центров. У нас сложилась другая уже история. Сейчас подготовлен законопроект, который собирается убить эту конкуренцию. Будет создано несколько удостоверяющих центров и будет убито, собственно говоря, в дальнейшем. Ну, рынок перестроится. Мы потеряем какое-то количество миллиардов долларов. Министерства будут довольны, потому что они получат монополию на это. Но мы убьем развитие технологий. Потому что монополия, ни одна монополия не будет работать на развитие технологии, она будет работать над сохранением своей монополии. То же самое касается, я говорил уже много раз, единой биометрической системы. Ну, бог с ней, создали его уже. Самое главное не закрывать возможность конкурировать компаниям внутри этого, создавать альтернативы. Потому что биометрия – это один из ключевых факторов конкурентоспособности продукта, продуктовой линейки компании. И вот сейчас вот это меня очень пугает. Гонка министерств занять соответствующие площадки монопольно. И гонка крупных игроков, государственных корпораций, занять какие-то площадки, зачастую не имея никакой компетенции даже в этом. Мы как-нибудь потом с этим справимся. Но сейчас надо забить, получить права единого участника или единого исполнителя, закрепить их как можно больше, окопаться внутри этой площадки и никого туда не пускать. Мне кажется, вот эта тенденция по поводу того, что пошло не так, это, наверное, самая опасная история, в которую мы сейчас начинаем попадать. И мощный такой антилоббистский ресурс должен быть сконцентрирован в правительстве, которое должно не бороться с крупными игроками, такими, как мы. Мы опять пытаемся бороться. Мы говорим сейчас, мы вот задавим каких-то крупных игроков. Помогайте слабым. Не надо давить первых игроков. Мы не монополия, мы развиваем наши сервисы в абсолютно конкурентном пространстве. Никто не мешал прийти на эти рынки всем остальным. И сегодня они открыты. И мне кажется, что вот эта история, нужно поддерживать конкурентность и нужно поддерживать, может быть, равенство подходов ко всем игрокам. Но ни в коем случае нельзя бороться с сильными игроками. И вот эта попытка сейчас бороться с теми, кто на этом рынке достиг каких-то первых успехов такими компаниями, как мы, как Яндекс, как Мэйл и так далее, на мой взгляд, это тоже иллюзия достижения такого конкурентного пространства. Ну и, наверное, такая еще одна вещь, о которой хочется сказать в этой части. Мы должны перешагнуть себя в части выстраивания новой модели государственного частного партнерства. И не брать опыт тех государств, которые не смогли этого сделать. Нам очень нравится переложить всю ответственность на государство, на государственные плечи всегда. И потом сидеть и ждать, что государство нам что-то такое принесет в клювике, готово и всех счастливит. На мой взгляд, эта модель абсолютно не для нас. У государства нет ни необходимых ресурсов, ни заделов. И сейчас нам не нужно избыточное регулирование. Нам нельзя бежать с лишним регулированием. Опыт Евросоюза показывает. В прошлом году Евросоюз опередил весь мир, принял эту великолепную директиву Евросоюза GDPR, которая остановила прогресс в развитии работы с данными и искусственным интеллектом в Европе. Европа будет отставать. Не нужно спешить с регулированием. Не нужно регулировать то, чего мы еще до конца не видим и не понимаем. Это очень сильно бьет по технологиям. И мне более симпатичны здесь китайские и американские подходы, которые щупают, но не спешат с регулированием. Значительно более мягкими методами подходят к осознанию того, как должна быть построена модель регулирования. У нас регуляторы, особенно сейчас, в общем, на государственную власть, в различные регуляторы пришли достаточно сильные, амбициозные, молодые люди. И они не всегда оглядываются на последствия того, что они делают. И, в общем, хорошо, что появились такие молодые, симпатичные лица во власти. Но они пришли очень часто из бизнеса и не всегда осознают последствия своих действий. Потому что действия в бизнесе и действия в госрегуляторах – это все-таки два разных по своим последствиям типа принятия решений. Поэтому последнее, о чем бы, наверное, хотелось бы сказать – не спешите с регулированием до того, как вы поняли, в какую сторону будет развиваться та или иная технология. Спасибо большое. Спасибо, Игорь Иванович. Вы сказали про много барьеров и про желание разных игроков занять свои поляны, и про лоббирование, и про регулирование. Но вот я хочу немного изменить ход нашей дискуссии. И у нас на первое место среди вопросов из зала выбился следующий вопрос. Он короткий, я его засчитаю полностью. Прозрачные эти процессы мешают коррупции. Допустят ли? Вот, Игорь Иванович, к вам вопрос со стороны взгляда. Как вы считаете? Что-то есть, Максим Алексеевич, я понимаю, скажу, что будем бороться. Очевидно, что не допустят. Будут пытаться не допустить. Это будет, как всегда, маятник. В данном случае у лоббистов, условно говоря, подхода государства как платформы, должно быть очень много власти. Очевидно, что каждое ведомство будет обосновывать и строить свою закрытую систему. Это, ну, так называемые экспертные барьеры на рынке. То есть, как только появляются какие-то эксперты, ну, не знаю, там, врачи ли, там, банки или еще кто-то, они стараются свою поляну окучить большим количеством барьеров, чтобы другие как можно меньше входили туда. Адвокаты создают адвокатские, там, бюро, вход в это бюро нужно, чтобы ты сдал экзамены входные, имел такое-то количество стажа, там, и так далее, и так далее. Ну, и про. Это, так называемый, в экономике известный фактор. Это фактор создания экспертных барьеров на входе. Министерства будут бороться за эту полянку ровно так же. Они будут обосновывать это государственной безопасностью. государственными интересами, возможностями государства выстраивать свою независимую политику. Ну, я не знаю, что-то страшно представить себе, что только они придумают. Но будут бороться за то, чтобы получать деньги и строить свою закрытую систему, в которую никого не пускать. Поэтому очень важно, чтобы те люди, которые будут отвечать за эту функцию, в частности, Максим Алексеевич, чтобы у него был достаточный объем полномочий, абсолютная поддержка президента страны и премьер-министра страны и финансовые рычаги влияния на финансирование министерств и на определение ими политики создания экспертных барьеров. Поэтому, конечно, если будет создано государство как платформа, ну, там мало места останется для коррупции. И там вчера у президента обсуждали, в том числе, создание некой цифровой платформы по жалобам в отношении правоохранительных органов. Ну, там, предлагалось это сделать в отношении каких-то ведомств. На мой взгляд, это абсолютно не нужно. Нужно создать то, вот о чем рассказывала Маша. Если будет прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, с необходимым доступом рынка к этой информации, и когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано и экспертным сообществом, и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать просто как явление. И я другого способа борьбы с коррупцией не вижу, кроме как цифровизации, опрозрачивания. Спасибо. Давайте мы, Василий Васильевич, хотите добавить, давайте. Не только экспертная оценка принятых решений. Коллеги, у нас 100 тысяч человек в стране считают пенсии. Скажите, пожалуйста, обо мне, о моем треке рабочем, чего такого неизвестно, чтобы понятный, ясный и прозрачный алгоритм принял решение о том, какие пенсионные права я имею на сегодняшний день. Это пример того, что за борьба ведь не за IT-бюджеты. Вот я просто германологически хотел поддержать, только чуть фокус перевернуть. Это даже не за IT-бюджеты. Понятно, у меня любой разговор с любым ведомством начинается с фразы «давайте построим сот».